Здравствуйте, меня зовут Максим Заварин. Я являюсь сопредседателем профсоюза работников городского наземного пассажирского транспорта движения. Работаю я водителем автобуса в обособленном подразделении автопарк номер 2 акционерного общества Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие номер один. Профсоюз движения это добровольная общественная организация действующая на основании устава и в рамках законодательства Российской Федерации. Основной целью и задачей профсоюза является заключение коллективных договоров и соглашений в интересах работников. В наш профсоюз могут вступать любые работники не имеющие прав найма увольнения, наложения дисциплинарных взысканий, нормирования труда и начисления заработной платы. Говоря проще, профсоюз движения состоит из простых работников. В нем нет и не может быть никого из так называемого руководящего состава. Для учета членов профсоюза нами применяется так сказать схема защиты защиты от дискриминации со стороны работодателя в лице представителей, то бишь начальства. Как это выглядит? Человек пишет заявление на вступление в профсоюз и об этом знаем только я и он. То есть никто друг друга не знает и соответственно ни у кого нет доступа к полному списку членов профсоюза и предоставлять я его никому не обязан. Если вас кто-либо спрашивает состоишь ли ты в профсоюзе движения, он не обязан ни перед кем отчитываться. Можно спокойно обманывать и без необходимости не афишировать свою принадлежность к организации до поры до времени. На предприятии где я работаю уже есть первичка, которая входит в состав общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, относящегося к федерации независимых профсоюзов России. Независимых только по ходу от работников. Но это тема отдельного разговора. Профсоюз этот карманный, защищающий интересы работодателя. Его верхушка прекрасно устроилась и у них нет проблем, которые есть у простых работников. И условия труда у этих деятелей хорошие. Так вот, в этом профсоюзе, а точнее в профсоюзном бюро нашего обособленного подразделения очень сильно забурлило. Произошло это после появления в парке газеты Депо с моей небольшой статьей призывом к работникам ПТП номер два в Тюмени вступать в профсоюз движения. И что же так переполошилось председатель профсоюзного бюро обособленного подразделения? Чем же занялась наша дорогая Татьяна Еленична Полякова? Она, узнав, что работники организуют свой собственный профсоюз, пребывает в панике и поэтому начинает совещаться с локеями работодателя. Что они обсуждают? Обсуждают они, как будут переубеждать работников, которые хотят или уже вступили в наш профсоюз. Самых активных они хотят подмазать как-то, да так, чтобы еще не агитировали, не вступать в профсоюз движения. Слабых духом просто запугивать, уволим, создадим неблагоприятные условия, невыносимые и так далее. Для тех, кто, так сказать, для колеблющихся, такую басню рассказывает, что они развалят старый профсоюз, а новый создать не смогут. Работодателю только этого и надо, чтобы отобрать все блага. Что вам делать нечего? Работа есть, зарплата вовремя. А если полезете в это болото, так вообще все потеряете. И назад в кондуктора гражданки Поляковой, ой, как неохота. Привыкла она за долгие годы к уютному креслу. Поэтому через своего мужа, охранника на КПП, она распространяет грязные слухи. Он ходит, обсуждает с водителями, кондукторами, коллективное письмо генеральному директору по простой, но газовой заправке, которую мы писали в сентябре месяце. Дескать, ерунду какую-то задеяли, а сейчас весь список подняли, тех, кто подписался, и будут под них копать. Оказывается, там у них у всех много нарушений, на которые администрация закрывала глаза. Ну, жили же нормально. Директор собрал собрание, всех поругал. И теперь повышение классности подписантам не светит. И директор хочет забрать все блага. Бесплатным проездом, дополнительный отпуск за вредность и так далее, добытые исключительно карманным профсоюзом. И из-за нас теперь какой-то тендер по ТЭПА не может выиграть, что мы все теперь останемся без работы, так как после этого коллективного заявления в прокуратуру всплыло много нарушений. Вот тут только не было заявлений никакого в прокуратуру на тот момент. Да, и поступил заварен подло. Подписи собрал для генерального директора, письмо отправил к прокуратуру. Как такое только возможно, я не представляю. Директор обозлился и все у вас отберет. Запомните, директор обозлился. Этот прием гражданка Полякова постоянно применяем. Ну, в общем, мы сами виноваты, если что. К слову о прокуратуре. Мы не хотели писать, так как прекрасно понимаем, что это игра на поле противника. Почему? Да потому что государство, как инструмент, как машина, как аппарат насилия и подавления, кому принадлежит? Ну уж точно не работникам. Или кто-то думает иначе. Значит, все государственные органы чьи? Ответ, думается, очевиден. Вот и не хотели тратить на это время. Но раз уж пошел такой слух, раз так об этом просит Татьяна Ильинична, написали и отправили два коллективных письма прокуратуру. Ну, руководители наши со своей стороны тоже не отстают. Говорит, говорят работникам, значит, никто толком за ними не пойдет. Да и вообще вы сейчас из-за этого все потеряете. Последние отберут. Сейчас же соут проводится. Вредность понизят, классы вредности и так далее. Да и вообще, вы же знаете, что наша организация нормальная и зарплата вовремя, и соцпакет. Вот и на других предприятиях еще с ковидом беда закрывается, а наша работает. Финансирование у нас городское. Когда городские власти узнают об этом, им это не понравится и заваривание сразу прищучат. И весь ваш профсоюз. Вы поймите, вы же сами себе проблем наживаете. Отберут вас все последние блага. Ну, или как на этот счет более категорично говорит гражданка Полякова. Мы должны молиться на нашего работодателя. Мы еще должны молиться, что нам вот апрель выплатили, ладно, слава Богу. А май я вообще вот, я сильно переживаю. Из чего наше предприятие будет нам май платить? Так вы молитесь сейчас, что нам в мае что-то позвратили, а то запросто могут... Те люди, которые препятствуют работникам организовываться в общественном объединении, бороться за улучшение условий труда... Отдают ли они себе отчет, что совершают преступление? Нет. Давайте послушаем насчет этого профессора Михаила Васильевича Попова, доктора философских наук, профессора по кафедре экономики и права Санкт-Петербургского государственного университета, президента фонда рабочей академии, консультанта российского комитета рабочих. Ни по какому принципу нельзя допускать дискриминацию, это запрещено законодательством. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда. Если вы считаете, что условия труда несправедливые, опираясь на это положение, на статью 2 трудового ухожекса, вы можете отстаивать свое это право на справедливые условия труда. В том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Вот товарищи крановщики сейчас как раз активно создают свои профессиональные союзы. Их право на то, чтобы создавать и иметь условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, записано во второй статье. Надо на него везде ссылаться. И все работодатели, которые это право не соблюдают, они нарушают закон. Как называются люди, которые нарушают закон? Это преступная деятельность, преступники. Поэтому, а вы как работники не имеете права участвовать в преступной деятельности. Говорят, а почему вы остановили свою работу на этом кране? Потому что я не хочу быть преступником. Потому что это связано в том числе со здоровьем людей. Безопасность. Это что может быть? Может быть, могут быть жертвы. Мы прекрасно понимаем, что современная техника, она какие только страшные и тяжелые случаи происполагает, они происходят у нас, в нашей экономике. А кто должен об этом закончиться? И работодатели, и работники. Если работодатели это не выполняют, то работники должны выполнять. Но это записано в законе. Это не приходь всех ильных работников. Это обязанность. Спрашивается, а почему возникла такая реакция со стороны этого желтого профсоюза, со стороны руководства? Да ответ на это просто. Администрация предприятия является для работников, для простых работников, представителем работодателя. И, соответственно, стоит на стороне его интересов. Также этот продажный профсоюз, предавший интересы работников, защищает он интересы работодателя. И тут вдруг работники решили объединиться для борьбы за свои интересы, которые противоположны интересам работодателя. Все эти методы входят в рамки их естественного плоского рационализма. Гражданка Полякова точно таким же путем защищала работодателя в мае месяце, когда кондуктора получили премию в 10 раз ниже обычного из-за снижения пассажиропотока. И работник пришла к председателю профбюро обособленного подразделения поговорить на этот счет. Давайте послушаем, что говорит ей Татьяна Ильинична Полякова. А еще народ. Я, не знаю, уже пытаюсь всяко-разно их там успокоить. Не наводите вы панику, почем зря. Зачем? Вы нагнетаете только против себя. Понимаешь, в прошлом месяце мы еще с Ириной Анатольевной разговаривали, что мы хотели писать ходатайство в этот... Люди сами себе портят все. Мы хотели с ней поговорить, она говорит, у нас же кондуктора теряют из-за планов, да? А премия? Премия от количества людей. Людей нет, соответственно, премии нет. Если она, допустим, 10 тысяч провезла людей, да, она получила 4,848 подрядчиков. А если она сейчас за месяц тысячу провезла, она получила 4,848 рублей. Так и случилось. Ирина Анатольевна, это наша председатель старшая, да, в первом парксе, она говорит, давайте мы от себя в РФ походатайствуем, что как бы дополнительную премию за то, что как бы вот эти непредвиденные, такие, они же не виноваты. Здесь никто не виноват. И работодатель тоже не виноват, что он в таких условиях, понимаешь, он же несет убытки. Ну и вот, мы с ней поговорили, она говорит, давайте подойдем, все. Не проходит, и буквально мы же не успели по теме. Нашли все, умницы, одна от нашего парка, одна от них, они написали в трудовую инспекцию. И начали руководящий состав, начали дергать. У нас нарушений нет. Понимаешь, самое смешное, мне вот всегда смешно, вы идете в трудовую инспекцию, вы что ждете? Нарушений нет. Вам зарплату платят вовремя, считают ее по положению, а у нас акционерное общество, мы не по каким-то там трудовым законодательствам. Что положено по трудовому законодательству? Вам все платят, которые у нас дополнительные там компенсации, какие-то эти, что как-то классные, да, да. Работодательство не положено. Ну как, это просто предполагает, что вы можете это платить работодателю. Люди идут в трудовую инспекцию, зачем, я не понимаю, что они там ищут. Но работодателю проблемы создают в плане, надо писать ответ, надо собирать целую чипу бумаг. Один вот этот коллективный договор копировать, 83 страницы. Это же надо постоянно его копировать, сканировать, регистрировать, прошивать. Это же кто-то должен делать. А вы представьте, сколько людей этим занимаются и психуют. Это ненужная работа нам. Вот как бы ни о чем. Ну сделали мы все это. Позлились на этого человека, который, блядь, написал столько. У кого-то ничего не выгодно. А мы тут лишнюю работу поделали. Но получилось так, как вот это все там они фигней занимаются. А сейчас у нас здесь меньше как-то с нас спроса. Потому что все головное там. Они там вот этим вот занимались, естественно. Ирина Анатольевна пошла к директору говорить. Ну вот походатайствовать. После этого-то он говорит. Сейчас. Что заработает, ты заработаешь. И все. Понимаешь? Потому что обозрился. Его же задерпали. Ему надо в тюрьте отчитываться. Ему надо там рассказать, почему у вас такие люди ходят, жалуются. Вот. Как вы слышали, все та же самая песня. Вы сами виноваты в своих проблемах. И нечего вам даже высовываться. Сидите спокойно. Вот. Ну и заключение. Сод тоже прошел. Результаты мне на сегодняшний день неизвестны. Но есть неподтвержденная информация, что класс вредности никому не снизили. Как думаете, почему? И как думаете, почему с 1 января поднимают базовую ставку? Ну, по ставке нам еще предстоит разобраться. Там изменения коснутся и премиальные части. Об этом мы поговорим отдельно. И помните, работодатель ничего не боится так сильно, как организованных, сплоченных и решительных работников. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok